В эфире Орехово-Зуевское социальное радио, у микрофона Дарья Кузьмичева, рядом со мной Юлия Беляева. Сегодня мы поговорим с самым особенным, наверное, человеком за последнее время, который у нас присутствует в эфире в плане спортивного, потому что те достижения, которых достиг Алексей Абденов за последние годы, ими гордится не только город, ими гордится не только регион, но ими гордится и целая страна. А сегодня самый титулованный подмосковный велогомщик Паралимпийц, трехкратный чемпион мира и двухкратный рекордсмен планеты Алексей Абденов сегодня у нас в эфире. Алексей, добрый день, доброе утро. Доброе утро, Дарья, доброе утро, радиослушатели. Я хочу добавить, что мы работаем в прямом эфире, у нас работает мессенджер, вы можете вопросы свои задавать, плюс 7901-424-4050. Трансляции идут в Инстаграм, Вконтакте, на Ютьюбе и в Одноклассниках. Комментируйте, лайки ставьте, вопросы задавайте, вы можете дозвониться нам по номеру телефона прямого эфира 424-76-86-496, если вы звоните с мобильного. Алексей, давайте, я думаю, что начнем, мы обязательно придем к тому самому главному инфоповоду, который случился недавно, вам присвоили звание почетного гражданина Орехово-Зуевского округа. Но прежде я все-таки хочу окунуться немножко в вашу жизнь, потому что вы у нас первый раз в эфире, и очень интересно с вами познакомиться в первую очередь как с человеком, потому что все-таки те обстоятельства, которые, ну, которые сегодня присутствуют в вашей жизни, в любом случае они стали продолжением того, что произошло, собственно, с вами в подростковом периоде, ваша жизнь там разделилась на до и после. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, инцидент со мной произошел, когда мне было 14 лет, сразу же на следующий день после моего дня рождения, день рождения у меня 22 апреля, а 23-го произошла трагедия, детская подростковая шалость, с друзьями гуляли и обратили внимание на линию высоковольтных проводов, мои друзья залезли и позвали меня с собой. Я сначала не хотел залезать, но, как это, в подростковом возрасте на слабо, да тебе слабо, да вот, видишь, мы такие крутые, мы можем, а ты что, типа не с нами? Ну, я решил им доказать, что я такой же, как они, залез на соседний такой же столб, который оказался в этот момент под напряжением. То есть они не попали под раздачу, а мне, к сожалению, не повезло вот таким образом. И чтобы пролезть на макушку соседнего столба так же, как это сделали они, необходимо было сводиться за провод. Я так же это сделал, но он оказался под напряжением, в отличие от их провода. И по мне прошел разряд 4000 вольт, я сразу потерял сознание, меня привезли в больницу у Орехового Зуева. И потом через две недели уже в московской клинике, это в НИИ Бурденко, мне была проведена ампутация обеих рук. Потому что была гангрена, очень было сильное поражение. И спасли, что спасли, и самое главное, остался в живых. Вот такой со мной случай произошел. Слушай, сейчас говорить об этом так легко уже, да, с улыбкой на лице. На самом деле 14-летний возраст, подростковый, когда вся жизнь впереди, куча планов. И вообще, ну, как-то хочется свою жизнь реализовать, наверное, по-другому. Что потом? То есть все случилось, эта беда, получилось так, как получилось. Что пошло дальше? Ну, учеба, вообще смысл жизни стал какой? В какой-то степени мне повезло, что это еще был такой юный подростковый возраст. И это еще было на закате Советского Союза. И в то время 14-летние подростки не были настолько серьезно сосредоточены на своем будущем. Потому что у нас... Ну, это 90-е. Да, у нас тогда было больше стабильности на самом деле. То есть мы еще в такой системе координат выросли, когда мы уже примерно к 11-12 годам примерно понимали, что, допустим, я буду водителем. Вот я, например, планировал, у меня была мечта быть водительным дальнобойщиком. Я был из обычной семьи, жил в обычном дворе в пятиэтажке. И все мои друзья, как компания, были такие же ребята. У кого-то на фабрике работали, на Ликинской родители. У кого-то, как у меня, на Дулевском фарфоровом заводе. Мама у меня фарфористом была, формовала там фарфоровые изделия. Папа у меня водителем был. И, собственно, все мои друзья то же самое. Они уже где-то с 12 лет понимали, что кто-то там предел мечтаний. Максимум, по крайней мере, у друзей моей компании это было ПТУ. То есть заводочных каких-то далей себе не представляют. Да, даже никто из моего ближайшего окружения, из друзей, даже о ВУЗе, даже не мечтал, не думал. Максимум это вот такое начальное инженерное образование. Это пойти на Лязовский завод, работать там на станке ЧПУ с электронным управлением. Кто-то там попроще, кто-то просто там на фабрику кем-то работать. У меня максимум моих притязаний был водителем. Ну и, собственно говоря, у нас тогда такого разброса и суеты не было. Мы уже в этом возрасте примерно понимали, что окончим школу и пойдем в средне-техническое какое-то, уже было практически у каждого из нас определено к тому времени. И выбора особого не было, и столько информации, как сейчас у подростков не было, и возможностей на самом деле. Сейчас очень сложно по подросткам определиться, просто такой колоссальный выбор, столько информации на них сваливается. И они просто до самого последнего момента, даже когда уже документы куда-то подают, какой-то в ВУЗ, они не понимают, а правильно ли они сделали вообще. Кем они в итоге стали. Алексей, а не было ли такой сложности, вот и про профессию сейчас проговорим, не было ли той сложности, когда, возможно, вы столкнулись с каким-то недопониманием сверстников, может быть, какие-то друзья отдалились в тот момент. Кто проходил вот тот период, самый сложный, вместе с вами? Да, вот я как раз хотел об этом, я просто начал издалека, чтобы понимание было, почему я именно сейчас так отношусь к этому. Дело в том, что я на тот момент еще не осознавал всех тягот и сложностей будущей жизни, которые меня ждут. Потому что у нас тогда просто информации особо не было, и ни интернета не было, ни ютуба, ничего остального. Мы видели, как живут наши родители, и мы примерно понимали, что мы как бы примерно, и нас всех устраивало, всех моих друзей и меня, что я вот пойду именно по такой стезе. Потому что мы жили абсолютно счастливыми детьми, и мы, допустим, не имели там доступа, может быть, к джинсам. Я, допустим, гулял там в телогрейке, в ватных штанах и в обычных войлочных ботинках зимой, иногда по две, по три зимы. Меня это абсолютно не смущало, и я рос счастливым, самодостаточным ребенком и без притязания абсолютно. Поэтому и в 14-летнем возрасте, когда со мной эта трагедия произошла, меня именно этот мой возраст и мои вот эти вот наивные мечты в какой-то степени, они меня уберегли. Потому что это только потом, по прошествии лет, я осознал, насколько тогда серьезно все это было. Потому что я сразу же после операции, больницы, я вернулся обратно к себе в двор. Друзья по-простецки меня приняли вообще без проблем, никто от меня из друзей не отвернулся. Но иногда, естественно, это все-таки дети, подростки, иногда какие-то были там подколы неприятные. Но это было не со зла, а чисто как бы так же, как и мы между собой до этого шутили друг над другом. Но здесь это немножко меня задевало, когда кто-то что-то обзывался, но это все очень быстро уходило в тот же день. Это чисто так детская шалость по подружести. Поэтому у меня достаточно просто прошла социализация обратная и вход в социум и в круг моих друзей. Естественно, мама с папой от меня тоже там абсолютно никак. Наоборот, я почувствовал еще большую тепло и заботу с их стороны. Плюс школа тоже сказала, что все нормально, ты доучишься, мы тебя не бросим. И мне очень хороший попался на тот момент социальный работник. Мы сейчас с вами как раз в комплексном центре социального обслуживания находимся. А я еще и дипломированный специалист по социальной работе. Выше образование имею как раз по этой тематике. Тогда еще я этого не знал, но когда приехал социальный работник, она приехала из Москвы. А на тот момент еще была такая структура всесоюзная, детский фонд имени Ленина. Это такая огромная союзная организация, которая курировала поддержку детей, которые в сложные какие-то ситуации попадали. Ну, плюс курировала пионерское движение в том числе. И она как социальный работник узнала о моей проблеме. Ей, видимо, сообщили там по сигналам. И она решила сама приехать и заняться моим вопросом, потому что случай был тяжелый. И она мне сразу сказала то, что не переживай, постараемся сделать тебе хорошие протезы. Не переживай, если ты соберешься с мыслями, у тебя все будет хорошо. У тебя один единственный выход сейчас подняться потом по жизни, себя реализовать, это получить высшее образование. И тут ты вообще понял, что я вообще не хотел высшее. Да, и это для меня стало таким сюрпризом, потому что на тот момент, учащись в школе, я уже скатился до твердого троечника. И у меня пятерка была, это только труд и физкультура, все остальные предметы у меня была стабильная твердая тройка. Но она сказала, что надо менять отношения к учебе. У тебя сейчас есть там год-полтора, говорит, ты лучше сразу не иди, заканчивать 9-10 класс. Немножко тебе надо отдохнуть, ну, прийти в себя и функционально, и самое главное, ментально быть психологически готовым, принимать просто эти нагрузки. И заодно подтянешь ту программу, которую ты упустил за последние годы в средней школе. Она мне просто дала задание, сказала, чтобы я доучивался 9-й глаз, и на тот момент она мне сказала, что как раз появился университет в Москве, как раз в 91-м году Московский государственный социальный университет, у которого как раз специализация была, это подготовка специалистов в сфере социального обслуживания. Она сказала, что вот если у тебя со школы все хорошо получится, она сказала, а я в тебя верю, я вижу, что ты можешь, у тебя все получится, мы тебе поможем, чем надо. И вроде бы потом все получилось, как положено. Я оттолкнусь, и напомню, что мы в прямом эфире работаем, я хочу несколько слов благодарности сказать. Эфиры смотрят, комментируют, настоящий человек, мужчина с большой буквы, всегда приятно и интересно слушать комментарии к нам приходят. Можете трансляции наши комментировать в ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, Одноклассники, все смотрим. Мессенджер работает, плюс 7901-424-4050. Алексей, вы сказали, пятерка была по труду и физкультуре. Я так понимаю, что все-таки отталкиваться потом решили от физкультуры и танцевать дальше, и развивать себя все-таки больше в этом. Я знаю, что вы очень долго занимались бодибилдингом, и после этого еще у вас было плавание, а только потом вы пришли к велоспорту. Почему такие вот скачки были, и почему в итоге решили остановиться на паре в велоспорте? Ну, собственно, я вообще считаю, что каждый человек должен относиться к вызовам и к тем ступеням, которые перед ним в жизни открываются. Таким образом, что надо стараться идти, развиваться. Если, допустим, ты понимаешь, что ты как-то в своем развитии чуть-чуть остановился, и перед тобой открылось какое-то окно возможностей, этим надо обязательно пользоваться, не бояться, но понимать при этом, что, соответственно, тебя там чуть больше потребуется, чем на предыдущем этапе. Но обязательно идти дальше, если предоставляется такая возможность. Поэтому я... Тут, как бы, видимо, такое свойство у меня выработалось потом преодолевать. То есть, если какая-то преграда есть, надо постараться собраться с силами это преодолеть, и потом неизбежно появится еще какая-то возможность, какая-то способность, которую надо будет, которой надо обучиться, и которая тебе поможет в том или ином плане в жизни. То же самое было, допустим, в учебе. Сначала надо было в школе доучиться, доучился, открылось окно возможностей поступления в университет. Оно, естественно, было еще тяжелее, еще сложнее. Я вообще просто не понимал, как это я... Как я закончил этот университет, да, как я вообще школу там закончил и подтянул все предметы. Но там я реально по факту, если я до трагедии, я практически последние два года очень посредственно занимался, можно сказать, вообще не занимался домашним заданием, честно скажу, то потом я доучивался просто в таком жестком режиме, у меня буквально там полчаса в день было выделено. Я сам себя так выделил, потому что понимал, что по другой модели просто не смогу вытянуть. И полчаса у меня было на общение с друзьями. Я там выходил во двор или в подъезд, пообщался с друзьями, немножко мозг разгрузил, все, надо было идти там ужинать, спать и доделывать какие-то уроки. Плюс параллельно я еще, да, как вы заметили, бодибилдингом занимался. А начал я им заниматься как раз, ну, практически сразу после трагедии. Потому что я же до трагедии занимался в школе, сейчас она русично называется, это спортшкола в Ликеново. Раньше это был ликенский текстильщик, шпульники мы еще назывались и называемся. Еще многие в душе не отказались, и иногда звучит это слово шпульник. Я играл в хоккей, в хоккей с мячом за команду «Ликенский текстильщик». Ну, по возрастам, естественно, до какого дошел, до травмы. А это зимой, а летом я играл в городской команде футбол, я вратарем был. А в хоккее я левым защитником играл. Ну, собственно, у меня неплохо получалось. В принципе, у меня где-то отдаленные мечты были еще и, возможно, и в хоккее тогда еще. Может быть, потому что я видел примеры тогда, как некоторые спортсмены у нас из нашей школы, взрослые уже, они возвращались там из команды мастеров, и это было их профессиональной деятельностью. И где-то там отдаленно я думал, а может быть, и такой вариант может быть, у меня будет в жизни. Но как бы все равно водителям и дальнобойщикам мне хотелось стать больше. А сейчас? Ну, то есть на тот момент не было вот такой перспективы, понимания того, что можно уйти прямо в профессиональный спорт. Тогда вообще об этом даже не думали? Я тогда нет, тогда нет. Тогда был, просто хотел стать водительным дальнобойщиком. И когда травма произошла, вот вы говорили о социализации, кто отвернулся, кто не отвернулся, я пришел к себе обратно на стадион, и мне прям тренер сказал, Алексей, без проблем, можешь даже к тренировкам подключиться и побегать с командой в футбол. Мне прям разрешил. Я со своими ребятами, со сверстниками, с кем в футбольной команде играл, это лето было, я как раз по странам восстановился. Я провел несколько тренировок и увидел, что мне это очень сильно помогло. То, что от меня не отворачиваются, меня не странятся. И это было в моем родном городе, где вроде бы как бы такое отношение, ну, на то время к инвалидам все-таки было такое отношение, как к иждивенцам, от них так старались отсторониться, куда-то их подальше спрятать, убрать. А здесь так, как, конечно, были люди, подходили и начинали плакать мне и говорить, вот как же так, да вот ты теперь, как ты будешь жить, у тебя все пропало. И это совершенно просто. Люди, прошу вас, если вы на вашем жизненном пути попался человек, попавший в трудную ситуацию, тем более, когда у него какая-то травма или жесткая, серьезная трагедия, не надо его жалеть и говорить, да как же так, у тебя жизнь остановилась, да ты теперь вообще, как же ты теперь сможешь жить. Это самые плохие вообще слова. В общем, не надо его в депрессию выводить. Да, да, наоборот, надо поддерживать, да, произошло, но надо жить, надо любить жизнь, надо возвращаться и искать новые ориентиры, и стараться хотя бы морально поддержать. Если не можете поддержать каким-то там движением, каким-то действием, да, то хотя бы морально не надо людей размазывать всепропальным настроением, надо, наоборот, позитивом стараться их как-то вытащить. И я благодарен, конечно, вот своей спортшколе тогда, то, что от меня они отвернулись. Я потом понял, что в футбол я не смогу играть, потому что просто, ну, ребята просто боялись, что они меня заденут, я упаду, еще там где-то травмируюсь, там руку себя отобью. И я увидел то, что там, когда спортзал открыли на стадионе, а тогда мода пошла по бодибилдингу. Я сначала с ребятами начал у себя в подвале, мы сделали в пятиэтажке, вырыли там яму, нанесли каких-то там… Железок. Да, железок, гантели, чуть-чуть потренировались, они быстро расхотели. А мне как-то понравилось свое тело трансформировать. Я понял, что я могу свое искалеченное тело как бы улучшить, проапгрейтить. И мне это очень сильно ментально так это… Ну, у меня очень хорошие такие струны. Мне кажется, тут уже было такое, кто кого, я его или оно меня. Да, 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 или эта ситуация. Я понял, что я ситуацию могу в лучшую сторону повернуть, занимаясь вот этим видом спорта, именно проапгрейтить свое тело к улучшению. И это прям меня зацепило. И я стал приходить уже потом в спортзал именно на Ликинский стадион. Это был мой первый опыт, который до сих пор у меня, я хожу в спортзал, потому что у меня такой вид спорта, где я это параллельно совмещаю. Так ты еще и в бассейне оказался. У нас тут есть вопросы, они разные. Собственно, первый, что самое трудное было в начале спортивной карьеры, физический или психологический фактор. Вот что-то, наверное, и психологически, наверное, было сложно, и физически. Как ощущалось вот это все в начале спортивной карьеры? Ну, когда начал заниматься, естественно, приспособление спортом, это же все на руку вешается, на культю. Она не адаптирована. Это, наверное, люди из боевых искусств, они знают, когда надо костяшки набить, чтобы пробивать там дерево, кирпич, ВДВ там или... То же самое надо было просто, грубо говоря, намять культю, чтобы она не болела во время выполнения физических упражнений. Но цель оправдывала средства, и в итоге все примялось, все притерлось. А психологически вообще абсолютно не было, потому что я видел, какой эффект это оказывает. Он достаточно быстро стал приходить, и я, наоборот, настолько увлекся, что психологических проблем абсолютно никаких не было, да и физические потом ушли. Это, наоборот, я понял, что физнагрузка... Это я только потом узнал, что она естественным образом вырабатывает эндорфины. То есть это гормоны счастья, которые вырабатываются либо при употреблении сладкого шоколада или еще что-то. А здесь ты в спортзал сходил, и потом такой идет прям прилив эндорфинов. Алексей, а врачи, которые, допустим, за тобой наблюдали, они вообще как реагировали на то, что у тебя сейчас какие-то гипер, может быть, на нагрузки на тело? Были-были проблемы, потому что, да, я пришел в поликлинику, травму получил просто межреберная невралгия. Дернул мышцу. Прострел. Грудную, да. И у меня начались прострелы в грудной клетке, и я подумал, что у меня там с сердцем какие-то проблемы. Пошел в поликлинику, меня кардиолог посмотрел, сказал, «Ой, ты что, у тебя там такая вообще, у тебя такая брадикардия, тебе нельзя, тебе только надо пешком в лес ходить, там час в течение дня, там прогулка». Я говорю, а как? А у меня штанга. Да, у меня это, ни в коем случае, какая штанга, какие гантели, только ходить в лес по часу пешком. Я говорю, да-да-да, ушел. А вот когда потом с врачом встретились, и, собственно, уже там после стольких лет бодибилтинга, после плавания, после велоспорта. Он свою позицию не поменял. Для него, как бы, у него свои взгляды, это все-таки не спортивный кардиолог, это кардиолог общей практики медицинской. И он по-своему видит все эти вещи. Но я хочу здесь отметить, что на самом деле у спортсменов, у них реально сердце гипертрофировано. То есть сама мышца, она реально там гипертрофия, есть сердечные мышцы, и брадикардия, и есть изменения на миокарде. То есть спортивные кардиологи, спортивные врачи учитывают этот момент, они на это внимание не обращают. А врачи общей практики, их это вводит в ступор, они просто, да тебе ты что? Я когда у меня КГ сняли, у меня в состоянии покоя, там пульс 35, они, с тобой все хорошо, с тобой все нормально, может тебе скорую вызвать. Я говорю, не переживайте, я просто сначала... Тебе есть диссертацию, наверное, им надо уже писать. Ну, бывают иногда такие случаи, но я так старался все-таки идти спортивным путем. Алексей Баденов у нас в эфире, мы продолжаем. Вопросы вы можете задавать. Я напомню, Алексей самый титулованный, подмосковный велогонщик, паралимпиадец, трехкратный чемпион мира, двухкратный чемпион планеты. Сегодня у нас в прямом эфире на социальном радио вопросы, вы можете свои задавать нам в социальные сети. Я думаю, что мы перейдем к тому периоду вашей жизни, когда с того момента, как вы думали, что будущее, что ближайшее будущее, которое вас ждет, это среднее специальное образование, это, возможно, профессия дальнобойщика. И мне хочется, чтобы вы сейчас окунулись в тот период, когда вы оказались в Лондоне на Олимпийских играх. Ощущение другой страны, ощущение спортсмена. Да, как начинался этот путь? Потому что, я так понимаю, тогда в России мало уделялось внимания паровелоспорту. И, наверное, вы были одним из первопроходцев, которые, собственно, и показали хорошие результаты от нашей страны. Ну, получилось так, что, да, я принял решение поменять вид спорта с плавания с паралимпийского на велоспорт именно в тот момент, когда на государственном уровне было принято решение начать развивать этот вид спорта. Потому что он уже достаточно, около порядка 20 лет уже был присутствовал в паралимпийском движении в мире. И с 2007 года он начал активно развиваться именно международным союзом велосипедистов. И на паралимпиадах этот вид спорта, он третий по пулу медаля емкому. Получается, большие медали разыгрываются только в легкой атлетике и в плавании. На третьем месте стоит именно велоспорт. И, собственно, до паралимпиады в Лондоне наших спортсменов вообще не было там. Мы туда не привозили команду по велоспорту и не участвовали, грубо говоря, в этом разделе пирога от велоспорта. Почему? Потому что не было нужной подготовки? Нет, потому что не было движения на государственном уровне, внимания не было, вообще никак не уделялось этому виду спорта. Он просто очень дорогой в материально-техническом обеспечении и в организации тренировочного процесса. Там просто есть свои детали. Там просто так невозможно найти хорошего и сильного спортсмена, который этот вид спорта, возможно, перспективен для него. И вот так вот взять, начать им заниматься. С плаванием намного проще, грубо говоря. Тренер, допустим, к нему привезли ребенка с ДЦП или с поражением другим, с ампутацией в бассейн. И он им может параллельно заниматься в одной локации в одно и то же время. Даже может на одну и ту же дорожку, допустим, с детьми его пустить. И он у него будет под присмотром. А мы же тренируемся на шоссе, и, соответственно, скорость разная. Грубо говоря, здоровый спортсмен едет быстрее, а тренер его должен сопровождать. Соответственно, объем тренировки и по часам, и по километражу здорового спортсмена больше, чем паралимпийца. И тренер разорваться просто не может. Ему приходится выбирать либо заниматься здоровой группой, либо одним спортсменом-паралимпийцем. Естественно, не все на это готовы. Плюс материальная цена вопроса. То есть, да, велосипед должен быть с определенной конструкцией. Да, да, да. Тут следует вопрос, кстати, не от меня, от слушателей, как сейчас обстоит вопрос. И, кстати, будет здорово, если вы скажете, как тогда обстоял вопрос со спонсорской помощью вообще в тренировках и соревнованиях. То есть, ведь во многом все упиралось в деньги. Ну, если по факту говорить, значит, как было тогда, ведь все-таки кто-то дал вам шансы выехать и собрать какую-то определенную команду? Либо была поддержка со стороны, например, каких-нибудь заводов, предприятий, либо все-таки государство подключилось? На момент 2010 года, когда только началось, и, соответственно, у нас же выстроена система такая, что у нас целевое финансирование. Целевое финансирование под результат дается. Если начинает развиваться спорт, а там результата ноль. И перспективы неясны. То есть, спортсмен у нас обычно, допустим, четырехлетний план поддержки, допустим, определенного вида спорта или спортсмена. Цель, медаль на пара Олимпиаде. То есть, Олимпиада это прям мерило. Вот как раз, наверное, выделение каких-то средств. Да, то есть, там как бы четырехлетний план по спорту, олимпийский цикл и годовой план. Соответственно, мерило это как бы вот четырехлетний цикл. Мы тогда, естественно, только начали. Непонятно, там выстрелит этот спортсмен, не выстрелит, поднимется, будут у него результаты или не будут. И результатов не было по факту, соответственно, и финансирования нет никакого. Мы, допустим, я пришел к тренеру, он мне дал свой велосипед первый, просто вот который у него там в боксе висели, остались там от других спортсменов. В старый велосипед кое-как собрали там из подручных средств. И никаких закупок, естественно, никто не мог сделать, потому что целевого финансирования не было. И первые там год-полтора мы, все спортсмены, которые из разных регионов пришли в свои регионы, им давали те велосипеды, которые вот... Все, что было. Да, все, что было, там собрали, из чего попало. Потом, естественно, там уже, когда пошли результаты, регионы стали уже на следующий год какие-то делать закупки. Но, опять же, это не топовое оборудование, а там минимальное базовое какое-то оборудование. А в этом есть разница. У нас технический вид спорта. У нас такие там болиды, которые, вот, допустим, сейчас для сборной Великобритании болиды готовило автоателье «Лотус». Это и есть «Макларен», «Лотус», «Феррали», известные марки автомобилей. Он говорит просто, это очень крутые велосипеды, скажем так, и очень дорогие. Да, очень крутые, очень дорогие, ручной работы. И, соответственно, когда человек идет на медаль на чемпионате мира, ему как раз такие велосипеды и делают. Потому что ты можешь быть функционально готов так же, как твой соперник, но он выйдет на «Лотусе», а тебе дадут старт шоссе 30-летней давности, на которых у нас уже современные дедушки ездили. Собственно, ты там хоть будешь в два раза сильнее, ты не сможешь этого спортсмена никаким образом победить. И тогда мы примерно в эту ситуацию попали. Я год ездил вот именно на таком велосипеде, которому было там порядка 10-15 лет, алюминиевый. И на первый, это был конец 2010 года. Я в сентябре начал аэлоспортом заниматься, в Крылатское туда пришел. В октябре проехал первый чемпионат России, именно проехал, даже без тормозов. Тормозил просто самокатом, меня тренер ловил на финише, потому что мы тогда еще не придумали систему тормозов, как я могу. И он говорит, хорошо, что у нас гонка индивидуальная, и разворот у нас был на горе. То есть ты, говорит, в гору заедешь, у тебя скорость будет невысокая, ты как раз спокойно сможешь развернуться, потому что тебе не надо будет оттормаживаться. А потом уже с горы слетишь, я тебя на финише поймаю. Чисто по-русски. Да, да, вот так вот, да. Вот через такое мы проходили на первоначальном этапе. И на первый чемпионат мира, который был в 2011 году, мы выехали на тех велосипедах, которые нам дала Федерация велоспорта, но они уже были ездены там не один год. Но мы уже за это были благодарны, чтобы нам хотя бы на чем-то можно было проехать, выступить на первом чемпионате мира. И после этого уже пошло какое-то финансирование от Минспорта. Нам уже что-то стали закупать, но этого все равно было недостаточно на тот момент. И мы искали спонсорской поддержки, которая была найдена в 2012 году через Единую Россию, через мое знакомство с Борисом Вячеславовичем Грызловым. И потом он помог выйти на Уралвагонзавод. И он нам уже помогал в плане, тоже дополнительно к финансированию, которая у нас была от регионов и от Минспорта. Они нам еще тоже оборудование помогали закупать и помогали с выездами на сборы в течение паралимпийского цикла до 2016 года. Я хочу вернуться и к Олимпиадам, и к чемпионату. Ведь первую золотую медаль вы получили в Мексике. Да, получается так. Это был 2014 год. Какие соревнования для вас? А их было огромное количество и на российском уровне, и на мировом уровне. Какие для вас оказались такими самыми сложными, психологически, физически? Энергозатратными, можно даже так сказать. Две золотые медали и два рекорда мира в Мексике. Такие медали и такие результаты не даются. И не то, что просто, они даются невозможными усилиями, которые ты даже не ощущаешь. Ты просто находишься где-то в космосе, и организм находится в каком-то анабиозе. Просто такие нагрузки даже психика и функционально организм не может воспринимать. Он просто отключает вообще, даже буквально, я вам говорю, органы чувств. Когда мы выполняли там задание, там 4-5 минут на треке в Италии, тренировочные, под максимальной нагрузкой. Выходишь к нам, буквально, с нами там еще итальянский тренер работал, помогал, вел нас. Он прям подходил, с утра мы сидим, внизу велотрека, это круговой паркет овальный. И в центре там разминочное место, это как такая площадка. Мы сидим перед тренировкой, ждем, подходит тренер, он нас перед каждой тренировкой буквально крестил. Вот так, ну, все понятно. Нам задание не давали перед тренировкой, потому что... Нас просто крестили. Да, да, нас просто крестили, и потом просто во время тренировки он подходил, у тебя вот 4 по 4 минуты вот с такими-то графиками. Он говорит, я не могу, это невозможно, я не проеду даже одной попытки, вообще даже близко. Он говорит, Алексей, ты хочешь золото? Алексей, гони. Сел на велосипед, меньше разговоров, не трать энергию и поехал. Я тебе буду график диктовать во время прохождения дистанции. Там вот буквально какие были ощущения. Первую попытку проезжаешь, педали бросаешь, и пока ты докатываешься, ты понимаешь, что у тебя организм просто улетает, ты уже не чувствуешь ни боли, ни перегрузки. Ты просто начинаешь даже вот куда-то проваливаться не туда. Просто вот ощущения все, вот органы чувства отключаются. Ты приезжаешь, садишься, отдышался и еще раз вот такой. Такая нагрузка в течение двух месяцев. Но перед ней еще нагрузка подводящая, не менее тяжелая. То есть это где-то полгода вообще целенаправленной, очень серьезной, бешеной подготовки. Но пик подготовки именно такой. Ты просто на каждой тренировке выходишь за рамки, за грани человеческих возможностей. Поэтому, когда наступает момент соревнований, там одно чувство, наконец-то все, вот весь тренировочный процесс остался сзади, и вот сейчас вот я проеду то, на что я готов. Получается, что у человеческого организма ресурсы бесконечные. Да. То есть ты сам даже не знаешь, на что ты еще способен. Да, надо просто довериться тренеру. Самое главное, чтобы спортсмен был уверен, что тренер делает все правильно, и он знает, что он делает. Там тогда нам удалось как бы сколотить такую команду, то, что мы друг другу верили, друг другу доверяли и понимали, что мы делаем все правильно, у нас все по максимуму. И материально-техническое обеспечение, возможность тренироваться, готовиться там, где надо. Это лучшие условия, это лучшие возможности, это лучшие специалисты. Если сделать все правильно, все это переварить, не сдастся, то результат будет. Причем мне за полтора месяца до чемпионата мира сказали график, с которым надо проехать, и выиграть золотую медаль, и сказали, что у тебя этот график будет, я сказал, это невозможно. В принципе невозможно. Это не мои секунды, я не могу по таким проехать. Мне сказали, хочешь, переваришь, не сломаешься, сделаешь. Верь мне. Я как бы вот так вот. Я думаю, что вот апогеем завершения вот своей профессиональной карьеры вы видели все-таки золото на Паралимпиаде. Это, наверное, самое главное. И самая главная цель каждого профессионального спортсмена. Вы хотели получить ее и в 16-м году в Рио-де-Жанейро, и в этом году в Токио. Давайте к этому году вернемся. Поподробнее про май. Все-таки все ждали, все болели. Как, во-первых, ваше сейчас самочувствие, и как вы пережили вот эту Паралимпиаду? Ой, такой глобальный вопрос. Это вообще на час диалога и беседы. Сейчас самочувствие приходит в норму. Процесс очень долгий и тяжелый. Травма, ну не знаю, тяжелее, это только ампутация, на самом деле, конечностей, чем ту травму, которую получил я, ноги. И получается, что одно... Это было очень обидно, я так понимаю. Вот больше даже, наверное, боль была такая душевная, да? Да, да, да. Из-за какой-то мелочи по факту. Да, именно ментально было тяжело принять ту ситуацию, в которую я попал. Спасало только одно, как и не странно, тяжесть. То есть мне некогда было тратить силы на горевание и... Себя жаление. Да, и на себя жаление надо было просто выгребать. Чисто пройти операцию, пройти послеоперационный период, пройти боль, начать какие-то многие вещи заново делать самому. То же самое, даже банально просто в туалет сходить. То есть для меня было вообще счастьем, это не уточка в кровати, а самому дойти до туалета. И это уже была победа, это уже было счастье. Поэтому на первом этапе в основном я вот просто как бы боролся за себя, боролся за свое функциональное состояние, боролся за свое здоровье. Когда уже стал понимать, что восстанавливаюсь, уже стали приходить вот эти мысли, о которых вы говорите. Об упущенных и потерянных возможностях. И они как бы накатывали по мере моего восстановления. Потому что я как бы стал это как бы впускать в себя, на это оказалось место в моей голове этим мыслям. И они стали, грубо говоря, съедать мою ментальность. И чем ближе подступала Олимпиада, тем тягостнее все эти ощущения и мысли становились. Собственно, Олимпиаду по здоровым я еще мог как-то смотреть, а Паралимпиаду вообще не смотрел. Вообще не смотрел, посмотрел только один заезд там у ребят, и то в конце. Но надо сказать, что вы там все-таки оказались на этой Паралимпиаде, пускай и дистанционно, но все же вы там были. Кто это обеспечил? Как это случилось? Это просто такое чудесное получилось мое там появление. Даже неожиданное для меня. Я не предполагал и не прогнозировал, но оказывается такое оказалось возможно. Так как мне принадлежат, ну на момент соревнований в Токио мне принадлежали, еще остались непобитыми мои два мировых рекорда на треке на одном километре и на трех километрах. Эта информация должна присутствовать официально на сайте Олимпиады Токио именно, на международном сайте. Указываться в стартовых протоколах, в информациях о заезде, в протоколах, которые распечатываются, раздаются делегациям и потом отправляются с результатами. То есть там везде в начале протокола стоит название дистанции, место проведения, действующий рекорд мира, кому он принадлежит, с какой-то из страны. И эта вся информация указывалась и с флагом, и самое главное с аббревиатурой России. Что была большая редкость, только надо сказать. Ну то, что да, как оказалось, что вроде бы это все запрещено, национальная символика, а вот таким чудесным, невообразимым образом я оказался на Олимпиаде, так еще и с флагом и с официальной национальной аббревиатурой. И меня в этот момент отпустило. Мне когда друзья прислали эту фотографию с Олимпийского велотрека, идут соревнования, а там на огромном табло. Я. Да, моя фамилия, время, флаг России и РУС, и аббревиатура страны. И вот в этот день меня прям вот отпустило. Я понял, что я там был, и в каком-то смысле моя миссия была выполнена. Ваш рекорд не побит? Побили. Побили. Побили, да. Насколько? На километр где-то в районе трех сотых улучшил на километр. Один и тот же спортсмен англичанин из Великобритании на том самом лотусе, как раз, про который я говорил. А на трех километрах он достаточно намного улучшил. Он снял с моего рекорда порядка семи секунд. Это очень много, очень много. Но зато англичанин вывел на табло предыдущий рекорд мира, который до этого держался 9 лет. Эту информацию вывели на табло. Причем в этот момент и прямая трансляция шла по телевидению. И оказалось так, что вся эта информация попала во все источники официальной пара Олимпиады, которые использовались для освещения этих игр. И она в том виде, в котором она была представлена. Вы не останавливаетесь. Впереди для вас по счету будут какие-то третьи паралимпийские игры, на которых вы планируете завоевать медаль. Вы не останавливаетесь. Они будут в 2024 году. Цель есть. Вы не передумали. Ваши цели не поменяются до этого года. Это будет четвертая пара Олимпиады. Я уже в 2012 году был на пара Олимпиаде в Лондоне. Собственно, вот этот вот комплект формы – это парадная форма лондонской пара Олимпиады. И я туда ехал, уже рассчитывали мы на медали. Мне немножко не хватило на треке. Там у меня был пятый результат в гонке-преследовании. А в шоссейной программе у меня были очень хорошие шансы в групповой гонке, несмотря на то, что я всего лишь два года занимался этим видом спорта. Но уже в 2012 году, в сентябре, я ехал туда с вполне такими ожиданиями медальными. Но, к сожалению, в групповой гонке у меня произошел прокол заднего колеса. И мне пришлось останавливаться. Группа спортсменов вся уехала. Естественно, меня никто ждать не стал. Это групповая гонка, такое правило. Они уехали дальше. Гонка была 70 километров. У меня где-то на 15-м километре был прокол. Пока я дождался техничку, пока она приехала, пока мне поменяли колесо, вся толпа уехала. А им в толпе ехать намного проще и быстрее. Это как эффект воздушного мешка. Они там просто друг друга сменяют в начале. Ну, плюс ритм какой-то держит свой. Да, и ритм держат намного. И мне одному пришлось доезжать всю гонку. Собственно, я их так и не смог добрать. Конечно, было обидно. Но у меня еще, я думаю, еще 16-й год. В 16-м году нас не допустили. Из-за этих допинговых скандалов, надуманных претензий. В 20-м году мне помешал ковид. Причем в 20-м году был чемпионат мира в Канаде. Мы успели до закрытия всех границ, до отмены всех мероприятий, всевозможных. Это был февраль, начало февраля. Это тут чемпионат мира успели тогда провести. У меня там было три серебряные медали в 20-м году. И, соответственно, это показало на треке то, что я готов через полгода на Паралимпиаде на самый высокий результат. Мы именно так и подводились, чтобы именно пик выдать в год Олимпиады. И в 20-м году, да, было очень серьезное разочарование, потому что был готов очень сильно. Но притом продолжил готовиться, и в 21-м был готов. Но, к сожалению, вот так. И получается так, что это уже четвертое. Надеюсь, будет у меня все-таки пара Олимпиады. И туда мы уже поедем с флагом и с гимном, с национальным, как положено. Задает вопрос человек, который, видимо, знает больше, чем мы. Были планы выступления в новом виде спорта, а не в силе? А, даже так. Ну, планы меня все сватывают в триатлон. Триатлон, потому что я все-таки пришел из паралимпийского плавания в велоспорт. А триатлон состоит из трех дисциплин. Это плавание, этап. Сначала там плывут спортсмены, потом выходят из воды, пересаживаются на велосипеды, едут дистанцию на велосипеде, потом велосипед ставят и заканчивают дистанцию беговым этапом. То есть, все это, всем этим я владею. Мне уже давно люди из триатлона, друзья мои, приятели. Да, давай, 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 у тебя все возможности есть, переходи в триатлон. Но, да, триатлон хорошо, он мне нравится, но я просто знаю, видел, как люди тренируются. Это ломовой вид спорта, там просто 24 часа. Это надо готовить три вида программы одномоментно. Должен как бы в тренировочном процессе три вида программы держать. И самое главное потом на соревнования также подводиться. И это тяжелая, кропотливая работа. Там у людей по три тренировки в день, причем такие хорошие. То есть, пока нет. И немаловажный фактор, то что это все-таки один комплект медалей. Один комплект медалей, то есть, один старт и все, шансов больше нет исправить. Или подготовиться к какой-то другой дистанции, которая больше тебе подходит. А все-таки в велоспорте у нас на паралимпиаде у нас пять комплектов медалей. Три вида это на треге и два вида на шоссе. И всегда есть возможность подготовиться к чему-то, допустим, на какие-то два вида более упорно. И всегда есть какой-то шанс еще все равно исправить. Если где-то на одной дистанции не задалось, все-таки... Можно добрать на другую. Да, все-таки пять дистанций это не одна. Где ты, допустим, закололся там на велоэтапе и не попал в призы, все, шанса нет исправить. А здесь, допустим, закололся или какие-то технические проблемы, или просто какая-то ошибка падения. Или просто день самочувствия не зашло. На индивидуальной гонке можно ситуацию на групповой, допустим, исправить. Там все будет хорошо. Поэтому меня триатлон тоже немножко этим останавливает. Переход в эцеперта, потому что все-таки один комплект медалей и один чемпионат мира в году. А у велосипедиста у него два чемпионата мира в году. Это чемпионат мира на треке. Там пять комплектов медалей на треке. Но тут практичность, тут игра и дроги очень важны, на самом деле. И чемпионат мира на шоссе. Там два комплекта медалей. Он через полгода. Здесь еще больше возможностей. Я обещала, что мы отпустим вас до конкретного времени и задерживать не будем больше. Хочу последнее спросить. Видела, что вы выступали с различными инициативами, принимали участие в работе общественной палаты. Предлагали какие-то определенные новые нормативы общения со спортсменами, взаимодействия, возможно спонсирование. Вот скажите, предубеждение ли это, что профессиональный спортсмен не может быть политиком? Абсолютное предубеждение. Потому что профессиональный спортсмен, особенно тот, который добился самых высоких результатов на международной арене, это уже в какой-то степени сложившаяся личность и менеджер, и управленец. Потому что, допустим, спортсмена в детском, юношеском возрасте у нас все-таки стереотип, потому что у нас большинство людей видит только вот этот пласт, который на городском уровне. То, что там спортсмены, у них тренер, он у них дядька, он у них папа, воспитатель, и там дети и юноши абсолютно сами никакой инициативы не организационной никакой не проявляют. У них есть наставники, которые их ведут, и все. То есть они их воспитатели, они их учителя, они их руководители, они их вторые родители, можно сказать. На этом уровне это да, на детском, юношеском. Но когда человек переходит в спорт, особенно в высших достижениях, во взрослые, и уж если он там достигает результатов, то в основном там это спортсмены, те, которые сколотили вокруг себя команду, то есть именно тренера. Потому что не тренеры подбирают себе спортсменов, а уже на таком этапе в большинстве случаев спортсмены. От спортсменов зависит, с кем он хочет работать. Очень многие спортсмены выбирают себе тренера, то, что вот с этим мне удобней этот, допустим, тренер более технически грамотный, у него опыт и все остальное. И он выстраивает, организовывает подготовку не только с тренером, но и с организациями, за которые он подписан. Там выстраивает работу с регионами по своему индивидуальному плану тренировочному. Потому что, когда человек готовится на чемпионат мира под высокие задачи, он готовит совершенно, круглый год он готовит совершенно по другой программе, нежели спортсмены, которые идут, допустим, только на российский уровень. У них свои там тренировочные мероприятия, свои выезды, свой там объем тренировочный. А спортсмен, который идет на высокие международные результаты, это в основном индивидуальный подход к тренировочному процессу. И в этом ничего такого нету. Это не звездность какая-то, что он там уединился от коллектива и стал один готовиться. Зачастую это по-другому просто организовать даже невозможно. Тренировочный процесс. Там же цель. Да, да, она должна оправдывать средства, и средства должны быть соответствующие. Отсюда и все остальное идет. Отсюда идут инициативы. Да. У нас есть очень большой хороший привет для вас, Алексей. Вас можно смотреть и слушать бесконечно. От вас идет мощнейшая энергия и мотивация. Спасибо вам. Побед, победы, только побед всегда. И во всем передают вам привет. Да, спасибо большое. Я как раз вот говорили про инициативы. Как раз много говорю о том, что надо стараться так и средствам массовой информации, и руководителям на местах, от кого зависит вот эта вот культурно-массовая работа, освещение и пропаганда здорового образа жизни, каких-то положительных моментов. Потому что их очень много, на самом деле, они не должны быть вещью в себе. Очень много чего положительного, хорошего у нас в стране делается, но почему-то в средствах массовой информации у нас столько негатива идет. Я не понимаю, почему такое происходит, зачем это делается, зачем людям навязывать негативную повестку постоянно. Взрывы, ураганы, штормы. Проблемы есть всегда. А почему не стараться освещать положительные моменты, которых очень много во всех сферах жизни. Этого не надо бояться, этого не надо стесняться, это надо показывать. То есть, эту именно повестку, которой достаточно много, я ее просто вижу. То же самое, как подключать, допустим, пара олимпийцев, которые тренируются, брать у них почаще интервью, привлекать их к массовым мероприятиям. Просто вот мы знаем то, что, допустим, у нас какое-то массовое мероприятие проводится, и в то же самое время у нас здесь есть пара олимпийцев, которые в этой же локации готовятся. Предложить, организовать им встречу, даже в рамках тренировки подъехать, побеседовать, выступить, пару слов сказать, это уже будет невообразимый эффект. Просто вот использовать эти ресурсы, которые у нас всегда под рукой, чтобы людям показывать их возможности, чтобы люди верили в себя и понимали, что у них есть ресурсы и свои внутренние, и на самом деле есть ресурсы организационные вокруг, которые можно реализовать и которые можно использовать. Понятно, что есть проблемы, я от этого никуда не ухожу, но очень много делается, и на самом деле очень много возможностей. На самом деле, Алексей, вы говорите правильные вещи, и именно поэтому спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам не в преддверии пара олимпиады, а потому что мы пришли тогда, когда мы считаем, что это должно, во-первых, рассказываться должно, вне зависимости от каких-то конкретных информационных поводов, потому что занятия и тренировки проводите вы круглогодично, и это очень здорово, и очень здорово, что вы выходите на встречи и с нашей общественностью, и наблюдали там на набережной за вашей встречей совместно тоже с чемпионом мира Романом Алексеевым. В общем... Ему огромное спасибо, и его супруги, они просто такое огромное дело делают, молодцы, просто для нашего округа и вообще. Чем больше будет таких людей, такого отношения действенного, и это от каждого из нас на самом деле зависит. Надо быть действенным и давать миру, не только требовать, не только концентрироваться на проблемах, указывать, вот здесь вот плохо, вот там вот дерево не посадили, здесь тротуар. Ну, самим что-то надо делать, что-то надо предпринимать, и чем больше именно нашей будет инициативы на местах, тем больше будет действий правильных, тем всем нам будет лучше и счастливее жить. Я думаю, что... Позитивной ноте, мы завершим эфир. После этого интервью нашего большого, теперь уже точно всем понятно, почему этот человек имеет такое высокое звание, почетный гражданин округа, и вполне заслуженно, и очень почетно. Спасибо вам, Алексей. Спасибо вам за приглашение. Алексей Обуденов, самый титулованный, я повторюсь, подмосковный велогонщик-паралимпиадец, трехкратный чемпион мира и двухкратный рекордсмен планеты у нас был в эфире. Алексей, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok